В Копейске приступили к тушению эндогенных пожаров на старых шахтах. Хвостохранилище дымят возле поселка Старокомышинска, введен режим ЧС. Деньги на засыпку и консервацию очагов возгорания направил губернатор Борис Дубровский. На данный момент выявлено два крупных и четыре небольших очага возгорания. Общая площадь около одного гектара. Тушение может занять от двух недель до месяца. Опасные участки планируется засыпать несгораемым грунтом, а в дальнейшем законсервировать глиняным слоем. Чтобы начать работу, к месту нужно провести дорогу, иначе техника не подъедет к очагам. После выполнения дороги фирмой, которая будет ликвидировать данное ЧС, мы будем следить за пожарной безопасностью техники, чтобы при внезапных обвалах, либо внезапных выбросах пламени не пострадали люди, не пострадала техника, будет дежурить пожарный расчет. Напомню, что из-за множества жалоб от жителей Копейска на смок и запах гари 11 февраля был введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели постоянно берут пробы воздуха при помощи мобильной лаборатории. С понедельника замеры будет делать и оборудование Роспотребнадзора. Если 21 февраля уровень вредных веществ в районе озера Курочкино не превысит допустимых норм, то режим ЧС будет снят. При этом работы продолжатся до полной ликвидации пожаров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова